Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую в нашей замечательной томатной теплице на канале Иванова Наука. Томаты, ну просто загляденье, красивые, цветут, не жируют, цветков много, междоузлия короткие, кисти наполненные. Ну что еще от них хотеть? Чтоб не болели, чтоб давали вкусные томаты, чтобы их было много и чтобы поменьше было здесь проблемы хлопот. И есть такая категория проблем при выращивании овощей, которые мы делаем себе сами. И вот в сегодняшнем видео речь пойдет о самом худшем удобрении, которое только можно придумать для томатов при их выращивании. Я интригу держать не буду и назову его сразу. Это удобрение называется нашатырный спирт. Нашатырный спирт, как правило, 10% это раствор аммиака в воде. Он обладает сильной щелочной реакцией. Когда мы делаем растворы нашатырного спирта и вносим их в почву, они резко защелачивают почвенный раствор, почвенную реакцию. Это приводит к множественным изменениям агрохимического плана в почве, в том числе приводит к недоступности многих элементов питания. От нормальной почвы качели кислотности качнулись в щелочную сторону. Но в почве нашей живут микробики, которые начинают активно усваивать нашатырный спирт и активно превращать его в минеральную кислоту. Не пройдет и 5 дней, как реакция почвенного раствора резко качнется в крайне сильно кислую сторону. Закисление почвы приведет к также проблемам усвоения различных элементов питания, но уже других элементов питания и других проблем. Используя нашатырный спирт, казалось бы, достаточно мощный источник азотного питания растений, мы тем самым сами самостоятельно нарушаем процессы питания растений и как следствие лишаем себя урожая. Использование нашатырного спирта в качестве подкормки является самым большим кощунством, которое вы только можете придумать для своих растений. Одна из серьезнейших проблем, связанных с нашатырным спиртом и которая одновременно связана с выращиванием томатов, это, конечно, нехватка кальция, недостаток кальция или вершинная гниль. Нашатырный спирт является одним из важнейших факторов формирования вершины гнили у томата, потому что вот этот нашатырный спирт, аммиак, кроме того, что он высоко токсичен для корней растений, кроме того, что он вызывает жирование, кроме того, что он вызывает резкие качели, такие смены кислотности почвы, то, что он вызывает нарушение усвояемости различных минеральных веществ и так далее, и так далее, он еще и вызывает как следствие вершинную гниль. А о кальции мы поговорим с вами отдельно, об усвоении кальция, о проблемах кальция у растений в томатах в частности. Но, с другой стороны, многие люди используют нашатырный спирт не столько для подкормок, сколько для борьбы с различными вредными организмами. Это и проволочник, это и тли, это по листу, это и майский жук-хрущ, который там подъедает что-то в почве и так далее. Пожалуйста, когда ваши томатики уже зацвели, когда уже формируются завязи, ни в коем случае так не делайте. Кто бы вам не советовал, какими бы там своими опытами жизненными они не руководствовались, никогда не используйте ни при каких обстоятельствах нашатырный спирт. Существует целая армия полезных средств для устранения всевозможных проблем на томатах, это и тли, и клещи, и хрущи, и все остальные болезни. И для того, чтобы содержать свою теплицу в полном порядке, без использования этого весьма и весьма опасного, а как показывают экономические расчеты, и очень дорогого в качестве азотного удобрения средства, от которого вполне можно избавиться и без которого вполне можно обойтись. Самое главное, запомните, нашатырному спирту ни место ни в поликарбонатной теплице, потому что он разрушает поликарбонат, ни в любой другой теплице помидорной, ни на помидорных грядках. Никогда не используйте это удобрение. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!